Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня я покажу, как можно фанерную заготовку преобразить в винтажную, изящную, неповторимую шкатулку. В нее можно положить не только денежные купюры, но и драгоценности. Или подарить в подарок. Ведь это ручная работа, и получить такой подарок приятно вдвойне. Кому интересно, оставайтесь со мной до конца видео, и вы узнаете, как создавалась эта шкатулка-купюрница. Я желаю вам приятного просмотра. Я вкратце расскажу, как можно сделать медальон. Вот на любую шкатулку я буду делать на шкатулку-купюрницу медальон из шпаклевки. У меня есть видео на моем канале, как сделать медальон. Я оставлю ссылку под этим видео, вы можете посмотреть. Но кто не захочет посмотреть, искать, я вкратце расскажу. Я, например, хочу сделать овальный медальон. Я беру от творожного сыра крышечку, кладу в пищевую пленку, сверху кладу шпаклевку и закрываю ее снова пищевой пленкой. И выравниваю. В процессе сушки я выравниваю, подравниваю, смотрю. Делать буду не толстую. По краям, чтобы она была, например, миллиметра два достаточно, а в центре, ну, чтобы миллиметра три-четыре. И делаю к центру немножко вот округленную тоже, как бы, видите? Она не плоская. Вот тут закругленно, с краев. Лучше брать у шпаклевки верхнюю часть, верхний слой. А мягкая часть подойдет для, например, трафаретов. А более подсухший слой, он хорошо подходит вот на такие медальоны. Выгодно получается. И вот, когда она у меня высохла с двух сторон, я взяла крупнозернистую наждачную бумагу и начала выравнивать. Со всех сторон я ее выравнивала, потом мелкозернистой наждачной бумагой выравнивала и получила вот такой вот гладкий, хороший овал. Потом я покрасила ее белой акриловой краской. Любой краской можно покрасить. Я покрасила белой. Теперь нам можно ее декупажить. Берем мотив, это декупажная карта на обычной бумаге. Наносим сюда клей ПВА, строительный, любой. И приклеиваем. Потом, когда высохла, покрываем лаком акриловым. И все, медальон к работе готов. Можно после того, как лак высох, нанести, сделать любой фон. Вот шкатулку. Вот так вот это получается. А потом, когда мы уже приклеивать будем ее в шкатулке, то вот здесь по краям можно сделать какую-нибудь тесемочку, веревочку. Смотря какой стиль. Вот так вот получается, дешево и сердито. Вот такой медальон у меня получился. Я покрыла акриловым лаком в 5 слоев, тонким-тонким слоем. И сушила на батарее. Высыхала очень быстро. Фон буду делать в конце, когда уже шкатулка будет готова. И буду подбирать фон по тому цвету, который будет на шкатулке. Итак, друзья мои, я приступаю к работе. Я буду грунтовать нашу шкатулку акриловой краской снаружи. На данном этапе не имеет значения, какой цвет. Я буду красить такой вот серо-голубой цвет. Буду красить кисточкой и буду пользоваться спонжем. Мне нужно просто сделать грунтовку и все. Вот здесь вот, где узоры, я буду красить губкой. Я прогрунтовала шкатулку серо-голубой краской со всех сторон. Внутри не трогала пока. И прочертила вот здесь вот овал. Обратите внимание, здесь у меня будет медальон. Поэтому узор я буду наносить. Делать с помощью трафарета и вот такой вот шпаклевки. То есть я смотрю так, чтобы как мне нужен узор. И прицепляю на скотч. И наношу шпаклевку. Все. Сначала сделаю с одной стороны узор. Вот так вот. И когда высохнет, только потом буду наносить и делать узор с другой стороны. Вот так вот. На камеру, естественно, я это снимать не буду. Потому что закрепила только в двух местах. Вот здесь нужно держать рукой. Видите? Просто буду наносить. Вот так вот. Не толстым слоем. Шпаклевку. Подержу пару минут и сниму. Сейчас я сделаю с этой стороны узор. Я нанесла шпаклевку. Теперь аккуратненько снимаю. И даю высохнуть. Подчищаю. Вот так вот получается. Потом, когда у меня все это высохнет, я беру губку влажную. И влажной губкой вот так вот тру. Я не пользуюсь в данном случае наждачной бумагой. Пользуюсь мокрой губкой. Вот таким получился узор из шпаклевки. Эта сторона у меня высохла. Я мокрой губкой. Все это выровняла. Убрала пики. Эту сторону пока еще не трогала. Здесь еще не досохла. Вот так получается. Ну вот. Узор у меня готов. Теперь серо-голубой краской я добавила сюда немножко голубой краски. Теперь я покрасываю всю шкатулку. Как внутри, так и снаружи. Вот в такой вот серо-голубой цвет. Шкатулка готова. Краска высохла. И вот как у меня получилось. Покрасила в два слоя. Смотрится даже по тактильным ощущениям, как бархатная. Потом я взяла вот такую вот тоненькую кисточку. И вот эти вот места я выделила коричневой акриловой краской. Ну тут и была коричневая. И я еще сделала как бы окантовку, подчеркнула. Потому что когда я красила краской, то естественно это все пачкается. Тут мы шкурили. Тоже, как говорится, цвет теряет. Поэтому вот такую вот окантовочку я сделала. Красила я как? Наносила краску вот сюда на гладкую поверхность. И потом вот с полчиком, вот таким вот именно маленьким, я выравнивала вот эту краску. Я разносила и красила. Вот был горький опыт, когда вот здесь я красила кисточки. И у меня забивались вот эти узоры. И я потом зубочисткой чистила. Поэтому я уже научена горьким опытом. Долго возилась, чистила. Поэтому теперь я распределяю краску вот так вот на узор. И здесь вот видите, как все аккуратно. Нигде никаких подтеков нет. Я люблю, когда аккуратно. Вот так это получилось. Теперь всю шкатулку я покрою акриловым лаком в два слоя. Верхнюю часть я нанесу лаком в три слоя. Потому что здесь я буду класть трафарет и выделять белой краской вот эти вот узоры. Белая краска вот этой фирмы мне не очень нравится. Она жидкая. И ложится как-то она не очень-то. А вот лак акриловый этой фирмы мне нравится. Может из-за того, что он тоже жидкий, но он ложится ровно, высыхает быстро, и он не липнет. Самое главное, что он не липнет. Вот. Я купила вот такие вот, кстати, кисточки, да, набор кистей. Вот такой вот. Здесь было четыре кисточки. Двойка, четверка, шестерка и восьмерка за 130 рублей. Я специально купила из-за лака то, что она веером. У меня вот есть специальная кисточка для лака. Вот L написано, да, в других K написано краска. Но она как-то все равно, вот она толстая, что ли, я не знаю, не так ложится ровно. А вот эта все-таки ровно ложится. Сначала волокна идут ведь вот так. Я сначала поперек волокон вот так вот все это как бы наносила лак, распределяла. И пока тут же на глазах у меня не высыхало. Вот. Второй слой я буду уже по волокнам наносить вот так вот. Вот такая проделана работа. Сейчас надо все покрыть лаком. Лаком буду пользоваться эти. Слои буду делать очень тонкие. Ну, покрою в два слоя. Я защитила шкатулку лаком. И теперь приступаю к следующему этапу в работе. Вот так это получилось. Я хочу выделить вот эти узоры, сделанные трафаретом и шпатлевкой. Для этого я прикладываю обратно трафарет и закрепляю ее скотчем. И начну выделять вот эти узоры бело-акриловой краской. Так, сейчас. Надо, чтобы было ровно. Иначе краска ляжет неровно. Вот. Теперь беру спонжик. Макаю бело-акриловую краску и отбиваю на бумаге. Чтобы... Надо сделать так, чтобы краска не подтекала под трафарет. И начну выделять. Краски немного. Вот буквально чуть-чуть только. Вот так вот, чтобы было. Вот что у меня получилось. Сейчас я сниму трафарет. И дам высохнуть. Вот. Вот так вот я выделю узоры. Если где-то вот мне не нравится, я сейчас ватной палочкой это все уберу. Потому что, я же говорю, мы защитили все лаком. Сейчас я сделаю обе стороны. И покажу, что у меня получилось. Я покрасила узор белой акриловой краской. И там, где трафарет не покрасился, я докрашивала кисточкой. Белой акриловой краской. Края где-то. Я выделила. Для чего я выделила белой акриловой краской? Изначально, когда я задумала делать эту шкатулку, я хотела сделать вот эти узоры поталью. Я, когда ездила в ЖЭСК по делам, я купила такую поталь. Вот размер 14х14 стоит 90 рублей. И купила клей для потали. Универсальный клей на водной основе. Вот он стоит 172 рубля. Гораздо дороже, чем сама поталь. И вот потом я приступила уже к задумке шкатулки. Вот я сделала светлым. Теперь я покрашу цветом золото. До того, как приклеить поталь. Клей может где-то и не лечь. Его будет не видно. Он будет прозрачным. Поэтому сначала я покрашу эти узоры золотой краской. Можно использовать вот такой вот контур акриловый для декоративных работ. Можно использовать краски акриловые на водной основе металлик. Или вот такую вот краску колер. Выбор есть. И когда я по краям буду красить кисточкой, не буду пользоваться трафаретом, быстренько покрашу вот кисточкой, особенно края, и подготовлю. И только потом я буду наносить клей и буду приклеивать поталь. Вот такая задумка. Теперь я приготовила медальон. Сначала я покрасила фон серо-голубым, а потом белой перламутровой краской я еще добавила вот такой светлый цвет. И у меня получилось вот так. В принципе, можно даже оставить и так, у кого нет потали. Но тогда цвет можно сделать немножко такой не белый, а цвет слоновой кости, например. Ну, чтобы гармонировало. Вот такая идея. Сейчас я буду красить кисточкой, краской. Это я снимать не буду, покажу результат. Для нанесения золотого цвета я использовала вот такую вот водостойкую акриловую краску золотого цвета. Теперь на этот рисунок я буду наносить клей для потали. Удобно то, что вот у меня она в тюбике. Выдавливаю и маленькой, тоненькой вот такой вот кисточкой я распределяю. Вот тут я уже распределила. И по инструкции время от 20 до 40 минут. И только потом мы прикладываем поталь и аккуратненько прижимаем и кисточкой все это лишнее удаляем. 20 минут, если даже достаточно времени, чтобы успеть аккуратненько нанести клей. От того, как мы нанесем клей, зависит четкость рисунка. Вот так вот это будет. Сейчас я все это сделаю. Когда буду прикладывать поталь, покажу. Прошло 30 минут. Вот смотрите, клей уже все идет как бы отлип и можно начать приклеивать уже поталь. Прикладываю и приклеиваю. То, что здесь вот немножко, сейчас это тоже так же оторвем, приложим. И кисточкой приклеиваем. Так. Где моя кисточка? Сначала вот так прижимаем, чтобы клей все-таки прилип. Главное, чтобы везде все было закрыто. И потом убираем лишнюю фольгу. Точно так же я сделаю ту сторону. Потом, когда мы все почистим лишнее, сверху покроем щелочным лаком. Можно покрыть даже до пяти слоев. Он тоненький, щелочный лак. Тонким слоем покрывается. Торопиться не буду. Пусть как следует схватится. Сейчас немножко подержу и потом начну счищать вот так. Я продолжаю удалять лишнее золото, крошки. И вот так вот это получается. Ну, сейчас я еще это доделаю. Вот так вот получается. Блестит, как настоящее золото. Надо кисточку более жесткую. Вот это тоже хорошо. В разном направлении надо счищать. Я приклеила поталь и вот как у меня получилось. И покрыла лаком в два слоя. Теперь я беру вот этот медальон, который я сама делала. Я нанесла сюда клей универсальный. Вот так вот карточкой выровняла. Теперь буду приклеивать на место, где я запланировала. На края я приклею вот такую вот веревочку золотую. Я взяла, отделила. Она тройная. Я взяла в один слой. Отрезала сколько мне нужно. И видите, она очень яркая была бы для шкатулки. Цвет совсем другого цвета. Золотая. Поэтому я взяла коричневую краску, акриловую. И нанесла вот так вот. Видите, она такая коричневая стала. И приклею сейчас ее вокруг медальона. Вот так вот. Потом вот эта вот камея, которую я сама делала. Я купила фанерную заготовку. Покрыла ее акриловым лаком. Нанесла туда, значит, губкой. Нанесла серо-голубой цвет, белый цвет. Потом сделала кисточкой набрызги. И покрыла такой перламутровой краской. Я хотела сделать светлую, чтобы на серо-голубом фоне она была светлая. И приклеила вот эту вот камею. Вокруг камея сделала полубусины. Вот так это получилось. Это на внутреннюю часть. Сейчас я сюда приклею вот эту вот веревочку. Приклею сюда тоже этот фрагмент. И покажу, что получилось. Ножки буду приклеивать вот так вот. Вот на такой же универсальный клей. Вот этот вот. И еще я приготовила вот такой вот узор. Я его тоже буду приклеивать на клей вот сюда. Чтобы ножки гармонировали у меня вот с этим узором. И покажу, что получилось. Друзья мои, шкатулка-купюрница готова. Вы смотрите, оценивайте. Кому понравилась моя работа, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Делитесь с друзьями. Комментируйте. Я с удовольствием отвечу. Творите с удовольствием. Я желаю всем вам творческих успехов. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова